Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Померитесь ли вы с загадным человеком?» Использовать я буду индийское таро. Замечательная колода, очень она мне уж понравилась. О, у меня тут бабочки! А давайте бабочки на позиции возьмем, это будет интересно. Такие интересные бабочки. Откуда они здесь, я не помню. Я не помню, но пусть они будут. Возьмем вот этих бабочек. Это я сюда кладу. Ух ты, как здорово! «Померитесь ли вы с загадным человеком?» Индийское таро. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, вам нужно загадать срок. То есть, померитесь ли вы с загадным человеком в загаданный срок, естественно. Это понятно здесь, да, что нужно срок загадать, но меньше двух недель. Пожалуйста, не загадывайте, не надо. Давайте бабочки наши раскладывать. Первое. Вы знаете, это съедобные. Второе. Их можно вот просто вот сейчас погадали и съесть. Представляете, что творится. Третье. И четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Я убираю пока. Последние три позиции убираю. И мы переходим к самой первой. То есть, померитесь ли вы с загадным человеком в загаданный срок. Давайте посмотрим. Ну, мы здесь видим карту четверка жезлов. Четверка жезлов показывает, что, конечно, можно помириться по этой карте. Да, можно помириться. Если это муж, дома можно помириться с таким мужем. Да, общий костер, общий очаг домашний. Если не муж, на каком-то празднике, на вечеринке, в кафе, в ресторане. Может быть, общее сборище друзей, в коллективе, на работе. Смотря что у вас объединяет. Да, какой-то, может быть, вот такой стационарный пункт, где вы как-то пересекаетесь, встречаетесь, видитесь с этим человеком. Ну, что я тут могу сказать? Четверка жезлов карта счастливая. Вы знаете об этом. Она неплохая, конечно. Поэтому я вам так вот, я вижу здесь, что, да, здесь большая надежда на примирение в загаданный срок. Но мы с вами должны обследовать наши отношения, да. То есть, что человек вообще чувствует к вам на сегодняшний день. Давайте глянем. Ну, я здесь вижу четверку кубков. Человек страдает от вашего невнимания, с одной стороны. А с другой стороны, немножечко хочет, как будто бы, вот своим игнором-то наказать, да. Человек хочет своим игнором показать, кто в доме хозяин. Я или таракан. Да, конечно, здесь повыделываться хочется, да. Вообще, бывает, четверка кубков, она показывает присыщенного жизнью человека. Иногда присыщенного чувствами, любовью той же самой. Может, вы его избаловали. Может быть такое. Поэтому его чувства могут быть такие, чуть-чуть притупленные, да, притупленные именно. То есть, это чувство, когда человек уже заелся отношениями. И, ну, ему либо, может быть, апатично как-то, скучно. Иногда наказывает по этой карте именно своим игнором и молчанием. Но тогда этот человек как бы устал от всего, да, такой весь герой. А что думает про вас? Что думает король жезлов? Что я задаю здесь свои правила. Ты будешь в моей власти. Ты будешь мне подчиняться. Именно я распоряжаюсь здесь всем. Именно я приказываю. Именно я создаю здесь закон. Свои правила создаю только я. Ты не можешь их создавать. Ты не можешь занимать лидерское место. У вас идёт борьба за лидерство в отношениях. Борьба. Помириться вы, помиритесь. Ну-ка, мысли у него сейчас о примирении есть. Да, есть. Хочет человек помириться, очень хочет. Но он действительно перегибает палку в плане самомнения и эгоизма своего. Это здесь очень хорошо видно. Прям очень. Какой он гордяк или гордячка, да? И манипулятор, конечно, манипулятор. Я здесь вижу человека очень такого, может быть, недостойного в каком-то смысле. Когда он может использовать не очень чистые методы для того, чтобы вас держать под неким контролем своим. Понимаете? Для того, чтобы всеми силами вам доказать, что это он тут самый любимый, самый классный. Вы командовать им не можете. Он вообще свободная личность. Он приказывает, вы не приказываете. Вы только должны в прогибе стоять. Поэтому вам тут надо на этого эгоиста тоже обратить внимание, насколько он на самом деле эгоистичный этот человек. Здесь видно избалованность его. Да вы же сами его избаловали, да? Если в будущем у отношений девятка пентаклей. Конечно, есть в будущем у отношений. Но вы видите, эта колода, она немножко другая. Она от райдера Уэйта явно отличается. И мы здесь видим все-таки нутро. Ну, сами понимаете, что такое нутро. Я уж сильно описывать не буду, это на карте видно. И отношения могут продолжаться, быть серьёзными. Но вам придётся залезть человеку в самое нутро. Если вы его не разгадаете, если вы внутро к нему не залезете, не станет глубоких чувств. Какие уж тут отношения. Это будет не отношение, а издевательство сплошное. Вы же понимаете. Когда человек не может вести себя нормально, а только издевается, манипулирует и пользуется. Поэтому дайте уж ему немножечко понять, что не только себя можно любить, а ещё и окружающих. И тех, с кем ты вводишь свои отношения, строишь. С кем поведёшься, от того и наберёшься. От того и тумаков наберёшься. Ну, постарайтесь всё-таки быть собой. И любить себя, конечно. В первую очередь не надо любить этого человека, а любить именно себя. Ну, вот такая позиция номер один. Перейдём к позиции номер два. Номер два. Помиритесь ли вы с человеком в загаданный срок? Давайте посмотрим. Первая карта. Это как раз-таки помиритесь ли вы. Выпадает королева жезлов, которая показывает, что вашим отношениям мешает какая-то женщина. Причём неважно, мужчину вы здесь загадали или вы здесь загадали с женщиной. Это совершенно не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что для развития этих отношений, для примирения, для того, чтобы эти отношения продолжались, есть препятствия. Здесь мешает женщина. И иначе быть тут практически не может. Человек вмешался в эти отношения. Совершенно точно. И устранять придётся человека, если он вообще устраним, этот человек. Она, да? Хорошо, давайте разворачивать. А чувства какие у человека к вам на сегодняшний день, которого вы загадали? Звезда, надежда. Человек испытывает к вам чувства и, скорее всего, вас любит. Если бы не эти помехи со стороны женщины, вы бы уже давно помирились, против вас идёт интрига. Интрига. То есть она затеяла эту интригу. Она является, может быть, какой-то, не знаю, крысой в этих отношениях ваших. То есть препятствия, да? Чинит препятствия. Это значит, что она играет в какую-то грязную игру, понимаете? Это, может быть, мать партнёра, ваша соперница, бывшая жена, да кто угодно. Кто угодно заинтересованный также в этом человеке. Да даже его начальница может строить кузни. Объясню, почему. Иногда хочется, чтобы сотрудник не отвлекался от своей работы на любовь. И начинаются препятствия, да? Некоторые люди других людей воспринимают только как инструмент или как вещь. Смотрим мысли его о вас, потому что видно, что любит и надеется, да? Двойка мечей. Мы ограждены друг от друга, но я хочу помириться. Мысли о примирении у него есть, у этого человека. Совершенно точно. Хочу даже закрыть глаза на что-то, но интуитивно почувствовать тебя, почувствовать ваш импульс какой-то внутренний. Он хочет прочитать вас, понять вас и осознать вообще, насколько вам нужны эти отношения. Закрыть глаза на конфликт или на какие-то недомолвки, недоразумения, недочеты, с одной стороны. А с другой стороны, открыть глаза на душу, да? Но мысли у него, в принципе, это именно о примирении. Давайте посмотрим, все равно хочет ли вот он помириться. Рыцарь мечей. Есть, опять же, какое-то состояние, как будто бы, ну, как препятствие между вами, да? Состояние слепоты. Есть некий гнев, ревность. Он понимает, что как не получается помириться-то, ему бы хотелось. Ему бы хотелось, но, может быть, агрессия-то не его, в вашу сторону, потому что ее нет. Ее нет по этим двум картам, а ее, в его сторону, агрессия мешает помириться. Наверное, он из-за вас, этот человек, с кем-то поссорился, поспорил, поругался. Или кто-то нападает на него из-за вас. Вам нужно об этом подумать. Будете ли вы в будущем вместе, потому что пока примирение не видно в загаданный срок. Будете ли вы в будущем вместе, королева Пентакли. Да, она мешает. Она вам не даст. Она вам не даст быть вместе. Тут уже индивидуально, конечно, лучше разбирать. Пока карты прямо три целовку дают. Типа нет, и все, она мешает. Ей не даст быть ни вместе, ничего. Полностью создает препятствие здесь. Вам ее так просто не одолеть. Он это знает, он боится ее агрессии. Вот и все. Она на него очень агрессивно нападает. И прямо с напором идет. С войной, может быть. То есть тут все сложно. Тут все очень сложно. Тут препятствие в виде человека. Вообще, когда один человек встает на пути другого, это наиболее сложно обходить. Любые какие-то обстоятельства. Можно их пройти. А вот когда человек против человека, это сложно, конечно. Ну вот такая позиция номер два. Ну что тут сделаешь? Вам только уже тут что-то думать. Может еще какие-то расклады смотреть на препятствия. Третья позиция. Померитесь ли вы с загадным человеком в загадный срок? Шут. Ну шут, вы знаете, как показывает. Тут либо с нуля начинать, либо быть в легких отношениях с этим человеком, в легком общении. Человек заинтересован в вас, но не как в серьезном партнере или партнерши. Шут, он и есть шут. Он и в Африке шут. Это свободная личность, которая гуляет сама по себе и не ждет отношений серьезных от этой жизни. Может любить, может быть заинтересованным. Но для него любовь это не на первом месте стоит, а на втором или на третьем. После его устремлений, после желания, приключений в жизни. Поэтому шут показывает, что примирение в загадный срок может состояться, но легкое. То есть не ждите после этого примирения свадьбы. Серьезных отношений или восстановления любви. Каких-то отношений таких, что, может быть, раньше вдруг были наметки на свадьбу. Может быть, любовь сексуальная по этой карте. Это да. Но не любовь, которая предполагает кольцо, брак, семью. Когда дом полная, чаша. Это свободная личность, гуляющая босиком. Даже не заботящаяся о деньгах. Не только уж о чем-то. Духовный искатель. Бродит по миру, бродит по людям. Меняет обстановку. Давайте посмотрим чувства этого человека к вам. Ну, Паш Кубков. Влюбленность. Шут, кстати, тоже самое означает. Легкая влюбленность, заинтересованность в сексуальном смысле, романтика. Романтические увлечения. Восхищение внешностью. Есть приятность от вас. Именно вашей внешности. Ему нравится что-то. Отмечает этот шут. Или она, может быть, если вы женщину загадали. Карты показывают душевное тепло. Они показывают интерес. Но они не показывают, опять же, серьезной духовной любви на долгие годы. Давайте посмотрим мысли этого человека о вас. Мы здесь видим мага. Маг — это манипулятор, эгоист. Эгоистичный человек. Очень эгоистичный. Неважно, мужчина или женщина. Важно, что думает только о себе. О своих жизненных удовольствиях. О своем пути. О своих приключениях. О своей свободе. Маг тоже очень свободный. Может манипулировать другими ради своих удовольствий и целей. Но женить мага сложно. Можно, но сложно. Шута практически невозможно женить. Он будет в браке шут гороховый. Бегать везде. По друзьям постоянно. Понимаете? Маг, он манипулятор, конечно. Но если он увидел, что у него складывается очень хорошая восстановка и очень гармоничные отношения, он может жениться. Я говорю, сложно, но можно. А тут есть обе карты. Они показывают, это Демид играет с таблетками, показывают человека довольно, ну, такого фокусника, да, который в цирке даже может выступать. Поэтому притворяется часто, да, надевает разные личины, маски. Сегодня он один, завтра другой. Хочет ли помириться? Король Пентакли, да мы с тобой и не ссорились. Он, знаете, об этой карте может ревновать какому-то мужчине. Это да. Может сделать вид, что мы с тобой вообще не ссорились. А что, мы ссорились, что ли? Мы ссорились, что ли? Не, я ничего-то не помню. Не припоминаю. Ой, я вообще тут ревную. Ой, да это ты мне изменяла. Или изменяла. Это же не я тебе, это ты мне. Ты мне изменяла вообще. Я вообще не припомню, чтобы я что-то плохое делал там, да. Или ссора, например, из-за того, что человек не выполнил какие-то свои обещания. Да я не помню, чтобы я что-то обещал. Как не выполнил? Я готов выполнить. Ты мне не дала это сделать. Понимаете, выкручивается. Судя по сочетаниям карт, прям выкручивается. Да, хочет помириться, но ревнует. Видите, он все-таки красный ангел, да. У нас здесь такой суровый довольно-таки. Немножко сердится или как бы играет на чувствах, да. Будете ли вы вместе в будущем? Рыцарь кубков. На уровне рыцаря кубков. То есть это любовная история. Не факт, что перетекающая в брак. В этом проблема, да. Я не говорю, что у вас надежды на брак нет. При правильном подходе есть. Но сейчас пока это любовная история. В будущем она у вас продолжится. Будут сексуальные, романтические отношения. Мечты под звездами. Болтовня в социальных сетях по ночам. Там цветы, может быть. Поход в кино. Если вы такого возраста, где это можно себе позволить. Легко, легко, без проблем. Если вы хотите замуж или там жениться. Конечно, не очень ваш вариант. Но всего в этой жизни можно добиться. Особенно, если ты этого очень хочешь. Очень хочешь. И только зависит от того, насколько вы этого хотите. Ну вот такая позиция номер три. А мы перейдем к четвертой нашей позиции. Помиритесь ли вы с загадным человеком в загадный срок? Давайте смотреть. Такая бабочка у нас тут. И первая карта. Срок на 9 загадали меньше двух недель. Давайте посмотрим. Пятерка жезлов. Нет, вы будете дальше ругаться. У вас будут конфликты в загадный срок. Нет, это на примирение не похоже. Это похоже на баталию. Война идет. Война, молнии сверкают. Вы что, какое примирение? Тут ухудшение, накал идет. Обстановка накаляется все больше. И идет скандал. Вы знаете, почему такое происходит? Люди что-то уступить друг другу не могут. Идет взрыв эмоций, чувств. Постоянные страсти кипят. Почему? У каждого свой сложный характер. Один хочет быть постоянно свободным. Другая хочет, чтобы ей уступили. И с ней были в нормальных отношениях. Чтобы за нее взяли ответственность. Или наоборот, дай мне погулять. Тебе пора степениться. Сиди около меня. И в разные случаи бывают разные скандалы. Кто-то вообще скандалит из-за семейного бизнеса. Кто-то скандалит из-за денег. Их постоянно не хватает. Почему ты их нигде не берешь? Я уже везде для тебя назанимал. Да мне без разницы. Найди хорошую работу. Я не хочу жить плохо. Я хочу жить в изобилии. Кто почему ругается? У вас идет баталия. У вас идет продолжение банкета. Какие у человека чувства к вам? Десятка жезлов. Очень тяжелые чувства. Человек знает, что бросить пока тяжело и жалко эти отношения. И тащить их дальше тоже на себе очень тяжело. Тяжко, тяжко, тяжко. Тяжко, тяжко. Как тяжкий крест отношения для этого человека. Он считает, что вы столкнулись с большими трудностями. Особенно с характером друг друга. И никто не хочет нормально себя вести. Из-за этого в отношениях постоянно есть чувство вины, раскаяние, переживания, мучения, ругань. Я больше так не могу, говорит ваш загадный человек. Я больше не могу это терпеть. Но и бросить не могу. Мысли его. Мысли какие? Колесо. Ну вот как уж судьба распорядится. Вроде как чувствует между вами кармическую связь этот человек. Чувствует ее. Абсолютно точно. И именно поэтому не бросает. Не могу я оторваться, бросить. Да, вот вроде люблю. И очень тяжело. Не можем мы с этими характерами спорим. Я не знаю, как мне быть. Я вымотан. Пусть судьба решает. Хочет ли этот человек с вами помириться? Сила. Ну, ему хотелось бы притереться. Уже чтобы этот момент притирки закончился. Чтобы вы перестали враждовать, а смирились с характерами друг друга. И стало бы спокойно. И все бы прошло. И все было бы нормально. И ему бы не нужно было так страдать. Вот он так считает. Да, хочет помириться. Просто не хотелось бы ругани между вами. Вот что не хотелось бы. Не хотелось бы, чтобы вы ссорились. Хочется просто нормальной жизни. Без вот этих вот всяких эгегейских штук. Давайте посмотрим, будете ли вы вместе в будущем. Димит очень возмущается на таблетке. Там сидит. Нет, вы не сможете. Все равно идет расставание. Вы знаете, тут с такой тактикой я и не удивлена, конечно. Я не говорю, что у вас крест поставлен на отношениях этими картами. Не вздумайте так думать никогда про карты. Карты говорят, что из сегодняшней точки у вас мало надежд продолжать отношения. Потому что ни один из вас таких отношений не выдержит. Но это ничего не значит. Все здесь можно исправить. И вот ваш загаданный человек уже даже показал способ это исправить. Просто притереться и перестать враждовать, спорить, ругаться, задираться друг на друга. Он этого хочет. Если вы будете идти на мировую, если вы перестанете друг на друга ругаться, все будет хорошо. Вы сможете построить гармоничный, прекрасный союз. Ну вот такая позиция номер четыре. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвие. Всем пока и до новых встреч.